День знаний – это отличный повод для добрых дел и подарков. И Саратовская ГЭС поздравила с началом учебного года сразу две школы. Сначала гидроэнергетики заглянули в свою подшефную школу номер 15. В разные годы они помогали учреждению с ремонтом, с оборудованием компьютерного класса, кабинетов физики и математики, с приобретением спортивного инвентаря и современной оргтехники. Мы узнали, что с этого года вводится новая дисциплина в образовательный процесс школы. У ребят с первого класса вводится дисциплина шахматной. Поэтому гидроэнергетики вам дарят оборудование для шахматного класса. В необходимый комплект входят настенная шахматная доска и 20 индивидуальных наборов. И заниматься шахматами ребята смогут не только на уроках, но и в свободное время на дополнительных занятиях. Отрадно нам, что наши гости, наши партнёры Росгидро в лице Одинцова Людмилы Викторовны дарят нам постоянно такие подарки, с которыми мы идём в ногу со временем. Затем гидроэнергетики отправились в школу номер 2. В этом году Саратовская ГЭС в рамках благотворительной программы выделила средства на оборудование в этой школе компьютерного класса. И это событие стало настолько знаменательным, что здесь даже торжественную линейку организовали в стиле компьютерных игр и рассказали о новых возможностях обучения. Открытие IT-класса – это не случайная идея. В рамках благотворительной программы «Чистая энергия» Росгидро, Саратовская ГЭС во главе с Одинцовой Людмилой Викторовной оказали нам благотворительную помощь в размере 400 тысяч рублей на приобретение нового компьютерного класса. Теперь ученики с 7 по 11 класса будут заниматься на современных компьютерах. И уроки информатики для ребят станут намного эффективнее. Сейчас 21 век, и нам нужно изучать информатику, уже новые технологии идут. Да, и все эти знания, мне кажется, будут каждому полезны, пригодятся. Да, уже в школе. Сейчас абсолютно везде нужно умение работать с компьютером. Ну, если тебе что-то непонятно, учитель подойдет и объяснит более подробнее, чем это интернет-курсы. Новые моноблоки позволят заниматься за компьютерами индивидуально. А не группами по 2-3 человека, как это было ранее. До этого компьютеров было… Это были стационарные компьютеры, довольно-таки старые, старого производства. У них была маленькая оперативная память. И долго загружались программы. Был затруднен выход в интернет. Дети ждали с нетерпением очень. Ну, и, конечно же, старая техника часто выходила из строя. Поэтому вместо 13 компьютеров на уроках могли работать и 7, и 8. Дорога к знаниям для учеников школы номер 2 стала чуточку легче. Ведь гораздо интереснее учиться с применением современной техники. Благодаря поддержке таких надежных партнеров, как Саратовская ГЭС, в Балаковских школах появляется все необходимое для отличной учебы. Продолжение следует...